Детская библиотека номер 9, округа Майская горка, предлагает послушать отрывки из книги «Путешествия полевого мышонка. Навстречу приключениям» Алексии и Мэри Карпелла. Достаточно ли доброго сердца и быстрых лап, чтобы быть героем? У крошечного пугливого мышонка великие планы. Он хочет быть героем. Вместе со своим решительным другом-землеройкой он отправляется на поиски геройских приключений. Но смогут ли мышонок и землеройка дать отпор жестокому жуку, который держит в рабстве весь род кузнечиков? Мышонок в ужасе от того, что оказался втянут в поединок за свободу кузнечиков. Но кто же на самом деле самый отважный герой? Тот, кто с самого начала ничего не боялся, или тот, кто победил свой страх? Художники Алексий и Мэри Карпелла не только занимаются скульптурой и графикой, но и обожают придумывать захватывающие истории. При создании иллюстраций к этой книге они вдохновлялись картинами Ван Гога и фильмами Уэса Андерсона. Геройская парочка Посмотрите на лес. Сначала вы увидите обычные вещи. Деревья, цветы, кочки, поросшие мхом, мелких насекомых и тому подобное. Но как только глаз станет острее, вы заметите кое-что более странное, а именно маленький красный плащ, развивающийся на ветру. А присмотревшись повнимательнее, заметите, что плащ развивается на маленьком-прималеньком мышонке. Это бесстрашный полевой мышонок, великий-привеликий герой. Велик он, конечно, не ростом, потому что мышонок меньше самого маленького мышонка, если такое вообще возможно. И велик не подвигами своими. Он, видите ли, совсем недавно встал на путь героя и еще не успел совершить великих дел. Зато велики его планы, так как они по-настоящему геройские. А если прищуритесь и вглядитесь повнимательней, то увидите рядом с мышонком смешного и еще более мелкого зверька. Это землеройка, его умный и ловкий помощник. Эта геройская парочка бросила свои уютные норки, оставила позади всю прошлую жизнь и отправилась навстречу неизвестности. Друзья шли через открытые луга и темные чащи, в которых солнце, казалось, скрылось навсегда. Но тут тропинка оборвалась, мышонок и землеройка вышли на берег маленького ручья. Чуть вдалеке стоял паром, сделанный из обломков доски и бутылочных пробок. Это была очень непонятная конструкция, прямо скажем, развалена. На берегу с веслом под мышкой спал кузнечик. Наверное, паромщик, решили мышонок и землеройка. Геройская парочка подошла к кузнечику. Тот приоткрыл глаза и зевнул. Зевал он так глубоко и долго, что друзья испугались, не лишится ли он чувств. Затем кузнечик встал, покачнулся на длинных ножках, опять уселся и чуть было снова не заснул. Землеройка рассердился и постучал маленьким кулачком по голове кузнечику. — Уважаемый кузнечик, не знаю, как у вас, но там, откуда мы пришли, день уже в самом разгаре, и спать тут не годится. А кроме того, на той стороне ручья у нас великие дела. Они не будут ждать, пока вы выспитесь. От этих слов кузнечик подскочил и запрыгал к парому. — Да, конечно, повезу, конечно, повезу и повезу и погребу! — пробурчал он, отвязывая канат от колышка. Не заметив, что пассажиры-то не сели, кузнечик погреб вперед. Усталый кузнечик Деваться некуда. Пришлось мышонку и землеройке прыгать на паром. Мышонок в развивающемся плаще побежал и смело прыгнул на медленно отплывающий паром. Приземлился он мордочкой на доске. — Какой скачок! — пробормотал мышонок, страшно довольный собой. — На самом деле ужасно хорошо, что ты нас подвез. Ты, кузнечик, настоящий профессионал, — сказал мышонок. Добрые слова пробудили кузнечика от сонной задумчивости, и он впервые взглянул на своих попутчиков. — Я паромщик в пятом поколении, — сказал он, и так глубоко вздохнул, что чуть не свалился в воду. Мышонок и землеройка схватили кузнечика за ноги и еле удержали его в стоячем положении. — Мне все-таки кажется, что ты немного устал, — заметил мышонок. — Ах, я просто сгорел на работе, — вздохнул кузнечик. Дед мой попал в беду. С тех пор все кузнечики работают без выходных. Мы гребем с утра до вечера, а иногда даже ночами. Наша жизнь уныла и грустна. — Слишком уныла и грустна, — я бы сказал, — воскликнул землеройка. — А что, если ты прямо сейчас возьмешь выходной? — И речи быть не может, — печально ответил кузнечик. — Маэстро жук-младший не позволит. Он тут же узнает, если паром остановится. — А кто такой этот жук-младший? — спросил землеройка. — Одно имя мне уже не нравится. — Нельзя судить по имени, — вмешался мышонок, но и у него закралось нехорошее подозрение. — Маэстро жук-младший — пра-пра-пра-правнук маэстро жука Грозного. — Именно с этим-то жуком Грозным у моего прадеда и вышла ссора, — ответил кузнечик. Он был так рад вниманию, что открыл душу и решил поведать всю свою страшную историю. Все так ужасно, видите ли, старый кузнечик по ошибке уселся на цилиндр маэстро, спутав его с табуреткой, и разгорелся невиданный скандал. И вся эта шумиха привела к тому, что жук вызвал моего прадеда на поединок. Я могу только догадываться, что в тот момент почувствовал бедный старый кузнечик. — Кузнечики — миролюбивые и нежные существа. Они не терпят сильных потрясений. При этих словах кузнечик всхлипнул. — Раньше все в моем роду были восхитительными скрипачами, а сейчас мы служим жукам. Так будет, пока кто-нибудь из нас не решится вызвать предводителя жуков на поединок. Но этому не бывать, потому что среди кузнечиков нет бойцов. Тут кузнечик зарыдал в голос. Даже у мышонка засверкали в глазах слезы. Он пробормотал слова сочувствия. Землеройка, наоборот, ушел в себя. Он заметил несправедливость, которую надо было срочно исправить. Неожиданный поворот — Сегодня, кузнечик, у тебя счастливый день, — сказал землеройка. Ты не лишь бы каких проходимцев взял на борт, а бесстрашного полевого мышонка, великого героя и его умного и ловкого помощника землеройку. Землеройка степенно поклонился, подметая усиками пол. Мы поможем тебе, и совсем скоро ты заживешь достойной жизнью. — Так точно! — вскричал мышонок. — Мы будем грести за тебя. Как? Мышонок смахнул слезу с морды. Он был настроен решительно. — Что? Даже не думай! — воскликнул землеройка. — Мы не будем присмыкаться перед ними. Мы пойдем к жуку на разговор и вызовем его на поединок. Ну, то есть бесстрашный полевой мышонок. Вот этот герой вызовет, — ответил землеройка, полный энтузиазма. — Э-э-э, да, это я и имел в виду, — пробормотал мышонок. — Скажи, Кузнечик, а насколько большой и сильный этот ваш маэстро жук-младший на самом деле? Мышонок спросил, а сам уже изрядно нервничал, потому что у него в голове жук вырос до невероятных размеров. — Это самый огромный и могучий жук, которого земля носит. Я точно не хотел бы с ним встретиться, — в ужасе закричал Кузнечик. — Тогда ты нас проводишь до его дверей, а мы возьмем на себя все остальное, — спокойно и решительно произнес землеройка. — Неужели вы правда сделаете это за меня и за весь мой несчастный род? — спросил Кузнечик. И в его печальных глазах зажглась искорка надежды. — Конечно, мы это сделаем сразу, как только, — сказал мышонок, не очень уверенный в том, к чему все это может привести. — Просто надо разработать план, а это займет немного времени. Все нужно очень четко продумать и вперед. — Стратегия тут простая, — бросил землеройка. — Мы пойдем к этому маэстро в дом и отобьем ему желание драться. Они не заметили, как отплыли далеко от берега. Ручей повернул, и за поворотом вдруг вырос самый великолепный замок, который они когда-либо видели. — О нет, это же дом маэстро жука-младшего! — закричал в панике Кузнечик. — Немного чересчур, — ответил землеройка. Потрясенный мышонок разглядывал великолепный замок. Правда, недолго, потому что Кузнечик закричал. — Если маэстро увидит, как сильно я сбился с маршрута, мне придется стать его личным помощником. Более ужасной доли и придумать нельзя скорее! — землеройка дернул мышонка за лапу. — Ну, поехали! — крикнул он, и в тот же миг друзья плюхнулись в воду. — Как плюхнулись-то! — спокойно сказал мышонок. Так получилось, что прыжок в воду в одно мгновение вышиб из мышонка весь страх. Теперь он и правда был бесстрашен. О том, победили ли наши друзья маэстро Жука-младшего и освободили кузнечиков, вы узнаете, прочитав сказочные истории Мэри и Алекси Карпелло об отважном полевом мышонке и его друге землеройке. Субтитры создавал DimaTorzok